Наркоманы и бомжи. Бомжи и наркоманы. Проблемы с безопасностью, проблемы с дорогами, проблемы с Wi-Fi и проблемы даже с хлебом. Да, в Канаде не делают хлеб как таковой. Вы не сможете найти выпечку только в специальных магазинах под названием Бейкери. Вот. Все это есть в Канаде, но об этом почему-то мало кто говорит и на самом деле это просто мизерный процент от того, что происходит там. Меня зовут Геннадий, я прожил в Торонто полгода. Я видел и снежные бураны, и снежные метели. Также я успел летом сгореть буквально за несколько часов, потому что там повышен ультрафиолет, и об этом никто не говорит. Нонсенс в том, что я впервые сгорел настолько сильно, что у меня на лице вылезли пузыри, и такого у меня не было никогда. Также я побывал больше, чем в 20 странах, успел пожить в 4 из них немного, но тем не менее опыт у меня есть, и у меня есть чем сравнить. И поверьте, Канада это вообще не то место, где мне бы хотелось провести не то, чтобы старость встретить, а в принципе жить. Даже если бы мне платили миллион, я бы вряд ли туда вернулся. Сразу сделаю одну помарку. Я сейчас не нахожусь в Канаде, так что не нужно писать «Вали с Канадой», если не нравится, уезжай и прочее. Потому что я одно время вел свою деятельность, ну так, показывал Канаду, как она есть, в ТикТоке, и там почему-то очень много хейта я встретил, типа «Вали отсюда». Хотя я просто показываю, допустим, пейзаж, типа, я же не написал, какой херовый пейзаж, просто показываю, допустим, разбитую дорогу и такие, а в других странах такого нету. Прикол в том, что создалась такая вот иллюзия того, что Канада, такой вот миф «Канада – идеальная страна», переехав в которую вы будете жить в шоколаде, все будет чики-брики, но это не так. Так что приступим. Как я сказал уже, тем очень много, мне кажется, хватит на целый цикл роликов, главное, чтобы был нормальный фидбэк. Ну вот, начнем с дороговизны жизни, она реально очень дорога, я бы сказал, даже не обоснованно дорого, начиная от цен на еду, огурцов, допустим, и заканчивая арендой жилья. Самое доступное жилье – это будет бейсмент, это подвал, в котором нет ни ока, ни чего, вы еще можете там жить с каким-нибудь соседом, и это не обязательно будет славянской внешности кто-то, да, это я не расист, но в целом бывает, что люди очень разных культур, и вам придется с ними жить. Много индусов, много арабов, много азиатов, я бы даже сказал большинство в некоторых местах. Так вот, допустим, за такое вот место вы будете платить минимум 1000 долларов буквально там за комнату в подвале, и это выставляется как еще крутое жилье, потому что можно жить в каких-то, не знаю, лачугах. Об этом очень много кто рассказывает в плане шуток, то есть внутри, когда мы переехали в Канаду, очень много тиктоков начало на эту тему всплывать, то есть находясь вне Канады, об этом, ну, никто не будет рассказывать, это не попадет. А вот как только ты приезжаешь туда, это становится таким вот неким мемом, что дороговизна жизни. Самое дорогое жилье это Торонто и Ванкувер, тому еще дороже, конечно же. Но я жил в Торонто, поэтому будем больше говорить о Торонто. Да, бейсмент это просто подвал. Следующий идет, это такие вот квартиры, я бы сказал, наших аналогов хрущевок, они стоят уже вот полторы тысячи долларов. Да, полторы тысячи долларов просто за советскую хрущевку, одну комнатную там, и либо если вы там семьей, минимум вам зададут две комнаты. По метражу так положено. Если вы захотите жить в небоскребе, да, в стекляшке, в конде, сразу скажу, что вы хрен ее снимете, потому что, во-первых, мало того, что это очень дорого, вот двух с половиной тысяч, трех тысяч, просто вот в месяц за одну комнатную в конде небоскребе, так еще и вам нужно будет куча справок. За всю свою жизнь вам нужны будут справки, наверное, еще от рождения, до вашего зачатия вам нужны будут справки, кто ваши родители, сколько они зарабатывали, какая у них кредитная история. То же самое нужно про вас, нужны, как сказать, рекомендательные письма от прежних соседей ваших, от вашего начальства, от вашего хозяина в квартире, в которой вы жили в общем справок нужно очень много. Нужно показать счет в банке, определенные суммы, и плюс еще самый главный аспект, вам просто могут отказать, потому что владельцу этой квартиры вы не понравились. Вот просто внешне вы не подошли, вам отказали. Вообще жить в небоскребе, это еще тот гемор, я там пару раз бывал, я не жил, но бывал. Мне хватило, если честно, и жить бы я там, наверное, не хотел, потому что, во-первых, очень большие очереди на лифт, буквально выстраиваются очереди, как час пик бывает, вот в 7-6 вечера, когда люди возвращаются домой, мало того, что они все получают почту на ресепшене, да, в каждом таком доме есть ресепшен с охранником, так еще и потом в лифт все не помещаются, а лифт, получается, поднимается, там, ну, есть лифты, которые поднимаются до 70-го этажа, до 50-го этажа, то есть реально очень высокие здания, и из этого очень большие пробки, и то есть я помню один раз застрял в этом здании на 20 минут буквально, я не мог оттуда выбросы, потому что ты едешь, во-первых, наверх, когда ты поднимешься, то есть ты всех разводишь, этот лифт разводит, а потом, когда ты обратно спускаешься, точно так же люди, ну, собираются, и вот вниз вы спускаетесь, буквально на 20 минут, это просто невыносимо, то есть, поэтому там, в принципе, ввели такую штуку, наверное, как мусоропровод, да, в небоскребах по 70 этажей есть мусоропровод, в которых, ну, люди выбрасывают мусор, как вот в 9-этажках советских, я думаю, это уже пережиток, но нет, в Наде это нормально, в этих небоскребах, и три раза, это реально, может, больше, не помню, точно помню три раза, этот мусоропровод заванивался, то есть вы прикиньте, вы арендуете квартиру за 3000 долларов, мало того, что вы не можете спуститься, подняться нормально, там, встретить курьера элементарно, так вы еще выходите на этаж, а у вас боняет мусоропровод, это нонсенс для меня, если честно, ну, вообще, я про небоскреб, я уже немного углубился, то есть, я хочу сказать, что тем очень много, да, и есть много под тем, и вот дорогая бизнеса жизни, я уже углубился насчет небоскребов, точно так же можно углубляться по поводу безопасности, о ней мы, кстати, и поговорим дальше. Собственно, безопасность, для меня это один из главнейших, наверное, факторов, не знаю, как вам, но мне кажется, мало кому интересно гулять вечером, и тебя, чтобы тебя пырнули ножом, или ограбили, вот, по поводу безопасности, наркоманов, бомжей и психбольных людей, просто тьма, я не знаю, их море, я столько в жизни нигде никогда не видел, вот, может быть, вы видели на ютубе, есть ролик, там, прогуливаюсь по самой страшной улице, там, в Америке, и там ты идешь, и буквально люди валяются штабелями, прям, ну, прям колются на улице, и вот такие вот, не в таком масштабе в одном месте, но, тем не менее, есть местечко, в которых ты проходишь буквально 5 минут от центра, причем потому, что сам даунтаун достаточно очень грязный, весь даунтаун, а есть центральная площадь, вот, не отходя от этой центральной площади, есть места, где прямо вот наркоманы валяются, и, типа, это все нормально, люди не обращают на это внимания, стараются, но не обращать очень тяжело, потому что люди кричат буквально, я их отчасти понимаю, почему люди сходят там с ума, но больных очень много, вот, если вы видели фильм «Джокер», который последний с этим был, «Хокин Феникс», я не помню, как точно его имя произносится, там, где он сходил с ума по чуть-чуть, да, показана вся эта грязь, как все, ну, как власть забивает хер на этих психбольных, вот, в принципе, это не выдумано, типа, да, так оно и есть, так они и живут, и все эти психбольные гуляют, орут, и мне несколько раз просто испугали, допустим, я выхожу из метро, и тип за углом просто такой «па», ну, то есть, ну, только громко, да, «па». Ну, вот, естественно, я ширакуюсь, ну, типа, они тебя не трогают, то есть, если вы будете смотреть блогеров, если будете копаться в этой теме, очень часто говорят, что вас никто не трогает, да, они там орут, вас никто не трогает, никто не бить, но на самом деле очень много тоже тем, когда ты живешь уже внутри этого всего, у тебя попадаются англоязычные тоже блогеры, и они, допустим, показывают такой ролик, был мне очень показательный, девочка, типа, там, приехала в Европу, стоит на станции метро и такая, «Хм, я не в Америке, я могу стоять не возле, типа, стены, чтобы моя спина была возле стены, потому что тут никто не толкает людей на рельсы». Такой, «Что?» Типа, я в жизни такого не видел, но таких шуток очень много, что людей толкают на рельсы, и, ну, это не только с рельсами связано, в принципе, людей могут там, ты идешь, тебя там за руку дернут и убегут, знаете, или, я помню, я видел, я не знаю, записал я это или нет, я ехал на велике, смотрю, тип, азиат лежит, бомж такой лежит, просто на улице и, типа, ну, там, наяривает. Пофиг, ну, типа, полно людей, все ходят, никто на это не обращает внимания. Вот, так что наркоманов очень много, особенно страшно ходить вечером, потому что ты не знаешь, что от тебя ожидать, ой, не от тебя, а от прохожих этих людей. Так же были случаи, когда меня сбивала машина, вот, несколько раз, это отдельная тоже тема. Так вот, я вызывал полицию, два раза вызывал полицию, и два раза она не приехала, а сказали, ну, вы ждите, типа, наряд к вам выехал. Вот, ну, ждем, 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 два часа прошло, уже начинается дождь, тип пытался уехать, другой уехал, ну, то есть там много историй, реально, люди уезжают, меня сбивали, меня прокатили на капоте, и просто уехали в закат, никто ничего не сделал. Так вот, этого я успел остановить, он оказался не настолько наглым. Мы стоим, ждем полицию, и в итоге через два часа я их набираю, говорят, так, итак, дождь уже начинается, будет ли патруль, и сказали, ну, вы можете, в принципе, уезжать, патруль можете не приехать. Собственно, два часа я прождал, меня сбили, хорошо, что там не было каких-то травм, в отличие от того, когда мне на капоте проходили. Вот, мы не дождались полиции, и просто уехали домой. Вот, так что проблемы с безопасностью очень большие. Это так, поверхностно, без углублений, вот, так что приступим дальше. И перед тем, как мы переступим к третьей части, это будет климат, он ужасен там, я бы хотел поделиться маленьким таким опытом. Первое, это не пытайтесь никому ничего доказать, потому что, когда я выставлял ролики в ТикТок, люди прям хейтили меня в вали отсюда, нам не нужны слабаки и прочее. Не нужно доказывать, что вы очень сильная личность, что вы приехали покорять, и вы там будете 10 лет добиваться, там, чего-то там строить. Нет, если вам не нравится, если вам не заходит это все, не нужно это все терпеть, это нормально. Вы не идете, типа, обратно, если вы уедете из Канады, вы не поступите, как сказать, вы не сделаете шаг назад. Наоборот, вы делаете шаг вперед уже с имеющимся опытом, и вы ищите для себя лучшую жизнь, потому что там, ну, там живут люди хорошо, но не все, буквально не все, то есть вы не будете жить, как в Шипаладе. То есть вы можете потратить 10 лет, но вы в любой стране можете потратить 10 лет, да, выучите язык, можете выучиться на какого угодно, хоть и на врача, в любой стране, 10 лет, пожалуйста. А второе, я бы хотел сказать, что лично мы не планировали в Канаду переезжать, как вот, типа, какая-то мечта была, или там, не знаю, там, 10 лет добивались, чтобы туда только попасть, мы там приехали, разочаровались. Нет, мы были в Европе, в Германии, мы подались на визу, узнали, что можно податься, это было еще в прошлом году, в такой вот период, как раз в мае, получили визу, и в сентябре, точнее, в августе, мы уже были в Канаде. И это главный аспект, мы не стремились туда, да, мы не мечтали о ней, и не разочаровывались, как в своей мечте. Мы приехали, посмотрели, нам не понравилось, мы уехали, все, никому ничего доказывать не нужно. Вот, ваша жизнь, только вы ее строите для себя. Третье, это климат, он ужасен, это просто худшее место, где я жил, где я бывал, у меня нет слов, чтобы это все описать. Он очень ужасен, даже если бы мне платили миллион, я бы, наверное, не вернулся только из-за климата, потому что, если, допустим, безопасность, вы еще там можете со своего дома спуститься в паркинг, выехать, приехать на работу, там припарковаться на паркинге и подняться, вы не будете сталкиваться с бомжами и прочими, вы не будете пользоваться метром, то с климатом вам придется сталкиваться. Да, вы можете в магазин приехать на паркинг, но он не всегда есть, то есть вы будете выходить в магазин, там, в аптеку, еще куда-то, это что-то нечто, перепады дичайшие. Допустим, 25 декабря было минус 25, был снежный буран, снежное вьюгом, еще пошли гулять, там тоже есть видео, я покажу, там ветер, просто ветер, не знаю, по-моему, 80 или 70 км в час было. Меня 90 килограммового сдувал ветер. Вот, 25 было минус 25, нам приходили аларм, не выходите типа из дома, все, типа, сидите. Наш дом прогонял экстренную, как сказать, электрификацию, то есть проверяли электрогенераторы, что если там провода поломаются, чтобы типа дом не остался без освещения, без затопления и прочее. То есть готовились прямо вот так вот. А 10, ой, 10, а 1 числа на Новый год уже плюс 10, то есть с минус 25 до 10. Моя кожа просто с ума сходила, если честно. В общем, климат ужасен, тема очень большая и обширная. Допустим, есть подтекст, под тема того, что снег там чистит плохо, как для северной страны, да, там не вчера снег выпал первый раз, там люди находятся уже столетиями. Чистит очень плохо, гололед постоянный, то есть кто-то захотел, посыпал песком или солью, кто-то не захотел, не посыпал, вот такое вот. Я просто в шоке, я видел, как пенсионеры идут, они, ну, боятся идти, потому что ты упадешь и все. Медицина там очень дорогая, это тоже отдельный разговор, если будет интересно, пишите. Медицина очень дорогая, у меня заболел как-то зуб и лечился я, короче, пустарными медленными. Вот, еще из интересного, то, что Торонто находится на юге, да, это одна из самых южных точек вообще всей Канады. Но прикол в том, что для Америки, это одна из самых северных, если не включать Аляску, это одна из самых северных точек, то есть для них это просто снежная стена, как вот в ходоках было, а для нас, как бы для Канады, это южная точка, но там очень холодно и я там, конечно, скупался, когда переехал в сентябре, но в целом там не очень тепло, я скажу так. И если вы не из мерзляков, не суетесь, да, вообще, особенно, не знаю, какую-то Альберту или Калгари, там вообще минус 40 бывает. Это я вообще боюсь представить. И многие люди такие, типа, да, круто, минус 40, да, нам нормально, мы ходим в школу в минус 25, мы такие, типа, мы сильные, вся херня. Ну, и если вам нравится этим, гордиться, что вы можете терпеть морозы, пожалуйста, я не из мерзливых людей, я купался, я хоть не особо верующий, да, ну, вообще не верующий, я просто мягко, хотел сказать, но я купался, я люблю традицию купаться, как бы сказать, не в проруби, но на крещение я люблю искупаться. Без церковных этих, мне просто нравится такая вот традиция. Я купался в Тронте, я купался в Абьюгу, у меня есть видео, я постараюсь прикрепить сбоку тут фотографии, либо, может быть, даже видео вставлю. Я купался в Абьюгу, я не из мерзливых, но у меня Канада так упала, и я туда не вернусь и надеюсь, никогда в жизни там не буду. Вот, может быть, как турист, и то туризм там тоже не пахло, я не знаю, что там смотреть больше одного дня, это тоже отдельная тема. Пишите, в общем, какие темы вас интересуют, опыта у меня много, я сразу себе поделюсь. Лайк и подписка, буду очень рад. Изинтересно, блячь. И блячь.